Специалисты намерены ускорить работы на канализационном коллекторе на Павла Морозова. Это позволит нормализовать движение на данном участке раньше. Такое заявление сделали в мэрии. Комиссия оценила ход реконструкции и назвала условия, при которых возможно сделать жизнь автомобилистов легче. На месте побывал Кирилл Рогачев. Молотком по металлическому кольцу рабочей подрядной организации чинят ковши экскаватора, поскольку земляные работы на Павла Морозова, пусть и минимальные, еще предстоят. Потом копать будем что-нибудь. Ковши надо одеть. По закупанному накануне котловану, а его вырыли еще осенью на том месте, где регулярно проседало дорожное полотно, идет рабочая комиссия. Сегодня обсуждали возможность открытия улиц Павла Морозова раньше срока. Для того, чтобы обеспечить полностью пассажиропоток и в центр города, и из центра города в Южный район. Примерно когда это возможно? Сейчас все на слайде обсуждения. Чтобы этот автопоток объезжал не по парковке, как сейчас, а привычным путем, рабочим еще предстоит соединить отдельные трубы на глубине. Должны прокопать эту трубу, открытый способ, уложить до этой трубы, до дороги. Потому что мы сейчас не можем найти новую трубу. На глубину там может быть метров пять. Засыпать, и потом только можно будет открывать. Хабаровские автовладельцы тоже надеются, что полностью открыть магистраль удастся раньше июня. Конечно, уже давно ждем. Постоянно вечером такие ужасные пробки. Домой приезжаем в девять, а раньше приезжали в семь. Подрядчик из Ростова-на-Дону уже начал подготовку к микротоннелированию. Оборудует форшахту, углубление с которого и начнет горизонтальное бурение. Сейчас ждет из Санкт-Петербурга специальную опалубку для бетонирования краев. Туда погрузят так называемый проходческий щит. Его части доставлены на площадку. Из них оборудование соберут как конструктор Лего с помощью крана. Чтобы не мешала работа автокрана, вынос производился высокого электроснабжения. СИП, ВОЛС, это интернет. Все это вынеслось. Сейчас мы готовы спокойно работать. Под землей протянут свыше 570 метров труб нового канализационного коллектора. Бестоношейный способ работы, которым и планируют проводить Папа Морозова с помощью этого оборудования, позволяет сохранять в целостности коммуникации тротуары и газоны. Что, с одной стороны, делает его гораздо более выгодным. С другой стороны, в отличие от открытого метода, он все-таки более дорогостоящий. Все работы по прокладке микротоннеля планируют завершить до конца апреля. Кирилл Рогачев, Сергей Шульга, Вести, Хабаровск.